Приезд высококвалифицированного онколога-гинеколога в Костерёво – событие чуть ли не городского масштаба. В местной больнице уже давно пустуют кабинеты многих узких специалистов. Попасть к лору или неврологу здесь большая удача. О приёме такого врача без предварительной записи, талонов и изнуряющих поездок в областной центр жители даже не мечтали. Сложно добираться и сложно попасть именно к данному специалисту. Специалисты очень хорошие. Очереди большие со всей области, а здесь непосредственно для Костерёва. Начинаешь записываться, там уже все дни заняты. Я не знаю, когда, в какой день можно записаться. А ко всем остальным врачам, я, например, на группе, только во Владимир и только за собственные деньги. Сделать высококвалифицированную медицинскую помощь доступной для жителей самых отдалённых населённых пунктов области главная цель партийного проекта «Единой России». Медицинский десант уже объехал полсотни посёлков и деревень в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Судогодском районах. Восемь бригад врачей и волонтёров каждый день обследуют десятки пациентов, многие из которых даже у терапевта не были годами. Это очень хороший проект, инициированный партией «Единой России». Мы проезжаем ФАПы, амбулатории. Там, где порой уже по нескольку лет вообще не было ни одного врача, даже терапевта не приезжало. Бабушкам, дедушкам, кому очень трудно куда-нибудь поехать. Куда-нибудь, даже для них 20-30 километров – это очень далеко. Поэтому я как волонтёр принял решение для себя в отпуске участвовать в этом проекте. Теперь в Костерёвской городской больнице ждут приезда других узких специалистов. Жителям нужны консультации кардиолога, эндокринолога, УЗИ-диагноста. В условиях катастрофической нехватки врачей акция «Медицинский десант» – серьёзная помощь местным докторам. Узких специалистов нам таких вот очень не хватает. Хотелось бы, чтобы это продолжалось, повторялось почаще и с участием других специалистов. Потому что люди звонят, иногда спрашивают, а вот приезжает ли, приедет ли тот специалист или этот. То есть, ну, это очень важно для нас. За две недели консультации врачей и волонтёров уже получили больше трёх тысяч жителей области. В ходе обследования у некоторых пациентов выявлены серьёзные диагнозы – сахарный диабет и несколько случаев порока сердца. На следующей неделе владимирские доктора будут работать в Суздальском районе. В рамках проекта «Медицинский десант» должен объехать сотни населённых пунктов региона. Для этого организаторы формируют дополнительные мобильные бригады медиков. Оксана Любимова, Леонид Новиков, 6 канал.